МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Альберт Вартаньян со счетом 7 и 0 победил соперника из Турции и завоевал бронзовую медаль. Делегация, в состав которой входят депутаты Западной Армении, возглавляемая президентом армянаком Абрамян, продолжая свою миссию на родине, отправились из Мушев в исторический город Карц. Армянский город Карц, как и другие населенные пункты Западной Армении, сегодня также находятся под властью иностранных захватчиков. Следует отметить, что армянский Карц расположен в Анадской области Араратского вилаэта на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Во время направления Аршакуни Карц был небольшим городом-крепостем. Возможно, резиденции княжеского рода в Анандеци. В 1921 году Советская Россия передала Карцскую область своему другу Турцию по Московскому и Карскому договору. Делегация Западной Армении в Карсе имела возможность увидеть памятники армянской культуры и архитектуры. Армянская церковь и дома, и знаменитая Карская крепость все еще сохранились. Везде чувствовалось армянское дыхание, которое становилось теплее во время общения с гражданами армянской национальности. Время не может изменить национальную идентичность человека и его связь со своим корнями. Затем наша делегация отправилась к руинам древней столицы Армении, города Арни. В следующий раз мы расскажем о миссии делегации в городе Арни. Конгрессмен США, представитель Сенатского комитета международного отношения Боб Менендес, выступил с заявлением, в котором осудил решение администрации Джо Байдена, оказавшейся в разделе 97-го акта о поддержке свободы, запрещающего военную помощь Азербайджану, в то время как Азербайджан продолжает оккупировать территории после нападения в Республику Арцах, в ходе которого были убиты более 6500 человек и более 100 тысяч этнических армян были депортированы в 2020 году. Нелогично говорить, что поддержка США не повлияла на военный баланс в Армении, сказал Менендес. Сенат выразил готовность продолжить строго контролировать любую помощь, оказавшему Азербайджану. Он выразил надежду, что Госдепартамент США будет действовать с полной прозрачностью и представит Конгрессу все необходимые детали для оценки любой помощи Баку. Западная армия осуждает все те проекты, по которым Азербайджану может представлена военная помощь. Азербайджан – страна, которая в 2020 году оккупировала большую часть территории Арцаха, и международное сообщество должно дать четкую оценку этому факту. Секретарь Совета Безопасности Армейн Григорьев встретился в Париже с дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Макрона Изабель Дюмон. В ходе встречи были затронуты вопросы обеспечения мира в регионе, урегулированной арцахского конфликта. В этом контексте секретарь Совета Безопасности представил повестку установления регионального мира с армянской стороны. Состался обмен мнениями о перспективах дальнейшего армянско-французского сотрудничества в сфере безопасности и экономики. Западная Армения положительно оценивает армянско-французскую встречу, поскольку она касается также вопросов безопасности страны. Президент Арцаха Раик Арутюня в сопровождении высокопоставленных государственных и военных чиновников 29 июня в связи с Днем памяти погибших за родину и пропавших без вести воинов-освободителей посетил Степанакерский мемориальный комплекс, отдал данные уважения и принял участие в памяти мероприятия. Затем глава государства посетил военный пантеон и возложил цветы к могилам военнослужащих, погибших при защите Родины. В Ахакалакском Доме культуры прошел 12-й этнографический фестиваль танца и песни «Весна Джавахка». На фестивале присутствовал председатель Сокрыбулу Ахакалакского муниципалитета Найри Иритян, его заместитель Эдуард Агасарян, заместитель мэра Ахакалакского муниципалитета, начальник службы образования, культуры, спорта и по делам молодежи Ахакалакского муниципалитета и другие лица. Фестиваль «Весна Джавахка» первый был проведен в 2008 году. Из-за эпидемии фестиваль не проводился в течение двух лет. В концерте приняли участие ансамбли «Аспинза», «Ниноцмида» и «Цалки». В результате наводнения в провинции Аралык-Игдырской области, Западноармении и провинции Догубая-Зет Агарской области под водой остались многочисленные дома и автомобили. Была остановлена работа прилегающей таможни. Дождь у подножия горы Арарат в провинции Аралык-Игдырской области превратился в наводнение, которое унесло огромные камни и много земли от подножия горы Арарат, ближайшие села и районный центр. Камни, обрушившиеся в результате наводнения, перекрылись с шоссе Игдыр на Хиджеван. Некоторые села в Гавары остались полностью под водой, хотя в результате наводнения нет человеческих жертв. Материальный ушерт велик. Западная Армения выражает свою поддержку тем коренным армянам, которые в той или иной степени пострадали в результате наводнения и выражают готовность помочь и защищать их права. Археологи возобновили раскопки в древнем городе Пере. Расположен в Адияманской области Западной Армении, которая считается одним из пяти важных городов, где были обнаружены следы Камагенского царства. Раскопки приостановлены в 2021 году. Возобновили в Старом городе на площади 200 квадратных метров районы Оренли, в котором добавились два новых участка. Под слоями древнего города Пере скрывается огромное богатство. В настоящее время на этой территории продолжаются раскопки. В прошлом году на территории Некрополя появились жилые помещения, рядом с которым в результате трехлетних раскопок была обнаружена бесконечная лестница, известно только начало которой, а конец не видно. Уже открыто более тысяч лестниц, и работа продолжается. Однако остается загадкой, куда спускается лестница. Западная Армения сама по себе является магической страной, и сооружение, основанное армянским тысячи лет назад, является ярким тому подтверждением. Однако важно сохранить здесь армянский след. На молодежном чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Риме представитель Армении Альберт Вартанян завоевал бронзовую медаль в весовой категории 130 килограммов. Его соперником был турок Талил Чивчи, которого армянский борец победил со счетом 7-0. Альберт Вартанян в стартовом поединке со счетом 2-3 вступил украинцу Михаилу Вишневскому, который вошел в финал. Альберт Вартанян утешителем матча с счетом 9-0 победил Артура Саркасяна, представляющего Чехию, и получил право бороться за бронзовую медаль. Западная Армения поздравляет Альберта Восканяна с прекрасным матчем и победой. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.